Давайте откроем наши Библии сегодня. Сначала на 10 главе послания к Римлянам, а затем мы посмотрим в 4 главу послания к евреям. Во-первых, Римлянам, глава 10, Слово Божие говорит. Начнем читать с 8 стиха, прочитаем 9 и 10 стихи. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, к устам твоим и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Теперь откроем послание к евреям, и вы знаете, в 4 главе, 4 глава послания к евреям, 14 стих. Сначала прочитаем 1 стих 3 главы. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего. Исповедание нашего Иисуса Христа. Затем 4 глава, евреям, 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божиим, будем твердо держаться исповедания нашего. Я буду здесь 2 или 3 недели, несколько недель, столько, сколько Господь поведет нас, говорить о предмете исповедания. Потому что так много путаницы по отношению к исповеданию. Проблема в том, что люди не идут к Слову Божьему, чтобы найти ответ. Некоторые говорят, что кто-то возвышает исповедание, кто-то унижает. Нам не надо возноситься, Писание говорит об этом. Но не надо и уничижать. И у нас есть обочины по обе стороны. И люди так часто попадают из одной канавы в другую по библейским вопросам. С одной стороны, есть люди, которые говорят, «Знаете, я не верю в действие исповедания». Но если это правда, то они не верят в то, что Бог говорит. Потому что если вы не верите в действие исповедания, вы не христианин. Потому что мы читали, что устами исповедуют ко спасению. Мы показываем им, что если они будут этого держаться, то они не спасены. Они не христиане, они не народ Божий. Потому что устами исповедуют ко спасению. И вы не можете спастись, не веря в исповедание. И затем, конечно, у этих людей нет времени, чтобы исследовать, что Слово Божье говорит об этом. И принять это. Они не понимают, чем учат Библия. Но затем у нас есть те, кто попал в канаву по другую сторону дороги. Они мало знают о том, что Бог сказал, оставляют Слово Божье и делают различные глупые исповедания, не по Слову Божьему. И это также глупо. То, что нам нужно, это идти к Слову, смотреть, что Слово Божье говорит. Слава Богу! И тогда мы уверены, что наше исповедание соответствует Слову Божьему. Есть несколько видов исповедания в Новом Завете. Подробно рассмотрим четыре из них. Во-первых, мы находим Иоанна Крестителя и Иисуса, учащих исповеданию греха для евреев. Вы видите, они народ Божьего Завета, и Он требовал через Иоанна Крестителя, чтобы они исповедали и возместили убытки. Затем второй вид исповедания — это исповедание грешника сегодня. Вы найдете в Евангелии от Иоанна, 16 главе, с 7 по 11 стих, Иисус показывает нам, что грешник будет облечен Святым Духом в одном грехе. Это грех, что не верует в Меня. Теперь мы видим, много раз люди настаивают, чтобы грешник исповедал все свои грехи, когда-либо совершенные, до того, как он был спасен. Хорошо, но если это так, то я все еще не спасен. Потому что я громко говорил, и все это слышат. Я спасен, я христианин, я рожден заново, уже почти 53,5 года. И каждый раз... На некоторое время приходят воспоминания о прошлом, но я не поддерживаю это, вы знаете. Я никогда не исповедую их, потому что я никогда не думаю о них. Я не исповедую им, потому что они не принадлежат мне теперь. Я стал новым творением с тех пор. Слава Богу! Вы слышите меня? Все старое прошло, все стало новым. Вам не надо думать обо всем, что вы сделали неправильно. Весь мир неправильный. Я говорю о грешниках. Весь мир неправ. И мы пробуем много раз сделать жертвенник исповедания. Но нет почвы для этого. И не будет. То, что нам нужно делать, это исповедовать Господство Иисуса. И теперь третий вид исповедания, о котором говорит Новый Завет. Это исповедание верующим Его грехов, когда Он вне церкви. Теперь разрушенные отношения производят немощи, потому что Иаков говорит, вы помните, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Теперь четвертый вид исповедания найдем здесь, в этом стихе, о котором говорим Евреям 4,14. Будем твердо держаться исповедания нашего. Это не может быть исповеданием греха. Не надо этого держаться, потому что однажды исповедав наш грех, Он, будучи верен и праведен, простил нам. И это прошло и не вспоминается больше. Но будем твердо держаться исповедания нашей веры. Слава Богу! Вот то, о чем мы говорим. Твердо держаться исповедания нашей веры. Твердо держаться исповедания нашей веры в Слово Божие. Твердо держаться исповедания нашей веры во Христа Иисуса. Твердо держаться исповедания нашей веры в нашего Небесного Отца. Бога Отца, Аминь, Отца нашего Господа Иисуса Христа. Теперь давайте возьмем каждый из этих видов по степени и рассмотрим подробно. Во-первых, мы возьмем грешника и его грехи. Очень важно делать различия между грехами евреев в Первом Завете, кому Иисус и Иоанн Креститель говорили, и грехом грешника, который никогда не встречал Христа. Теперь давайте пойдем в Матфея на минуту. Вы знаете, Матфея 3 глава, стих 5 и стих 6. «Тогда выходили к Нему...» Здесь говорит Собая о Некрестителе. «Тогда выходили к Нему Иерусалим и вся Иудея и вся окрестностя Орданская, и крестились от Него в Ордане, исповедуя грехи Свои». Теперь это картина народа Божьего, исповедующего Свои грехи и крестящегося от Иоанна. Это не христианское крещение. Иисус не умер и не воскрес. Они были евреи под законом. Теперь Деяние 19 глава 18 сих говорит о служении Павла в Ефесе. «Многие же из уверовавших...» Отметьте это выражение. «Многие же из уверовавших...» Прошедшее время. Они уже уверовали. Они уже стали христианами. Они уже родились заново. Они уже стали новым творением во Христе Иисусе. «Приходили, исповедуя и открывая дела Свои». Теперь, это были грешники из язычников. И когда мы видим, что они исповедовали, и очевидно, если мы читаем в контексте, что они исповедовали Свои чародейства, которые они практиковали, и они сожгли Свои книги. Вы знаете, что это была черная магия. Вы видите, нам надо понять, что они уже были спасены. Многие из них уже уверовали. Аминь. Не шли к вере, уверовали. Уже после рождения заново, после того, как стали новым творением, им больше не нужно было все это. И в этом проблема многих людей. Вы слышите, как проповедуют, «До того, как вы спасетесь, вам надо выйти отсюда, оставить это, сделать то». Нет. Вам надо захотеть этого, потому что грешник не может перестать делать это, потому что он грешник. Он грешник. Я имею в виду... Все это значит, он не может удержать грех. Теперь, покаяние означает изменение вашей цели, изменение вашей воли, изменение ваших мыслей. Послание, которое приходит от Господа, меняет мысли, меняет его цели, меняет его волю, и он желает оставить грех. Это как доктор Муди рассказывал. Мистер Муди говорил, что однажды молодая женщина сказала ему, «Мистер Муди, я хочу быть спасена, я хочу быть христианкой». Но она сказала, «Я люблю танцевать». Она имела в виду идти в мир и танцевать. И сказала, «Вы проповедуете против этого». И сказала, «Я пыталась это оставить, но я не могу». Мистер Муди был мудрым, и он сказал, «Давайте посмотрим. Пройдемте в комнату узнавания». Это так называлось раньше, комната узнавания. Мы называем его теперь молитвенной комнатой. Люди приходят, как видите, в ответ на приглашение идут в эту комнату и узнают о спасении. Мы молимся на них и дарим Писании, и они принимают спасение, как видите. И так он сказал, «Вы войдете в комнату узнавания, и вы отдадите сердце Господу Иисусу Христу». И сказал, «Вы можете танцевать сколько захотите». Хорошо. Она поймала его на слове. И когда следующее приглашение прозвучало, она вышла вперед, затем вошла в комнату узнавания, которую мы называем молитвенной комнатой, отдала сердце Господу, родилась заново, стала новым творением во Христе. И мистер Муди рассказывал, «Прошло около пяти дней, и он встретил ее на улицу, и она улыбнулась и сказала, «Мистер Муди, теперь я вижу то, о чем вы говорили. Тяга к мирскому прошла». Тяга к мирскому прошла. Вы видите, он изменяет сердца людей. Слава Богу. Аминь. Человек в слове, и тяга к мирскому прошла. Я не знаю, как вы, но я говорил всякую ложь, которую я хотела. Аминь. Я не хотел угасить, а вы? Аминь. До того, как я был спасен, я был очень хорошим лжецом. Да, конечно. Но я родился заново. И с тех пор, как я родился заново, я больше не хожу путями лжи и не хочу угасить. И вы знаете, я не знаю, как вы, но я крал все, что можно украсть. Я не хотел украсть что-нибудь. Я не знаю, как показаться людям, но я ругался. Я не хотел ругаться, но я ругался. Аминь. И я истину вам говорю. Вы видите, плотник иногда делает что-то плохое. Но я говорю о внутреннем человеке. И дело в том, что внутренний человек должен преобладать в будущем вашей жизни. Не внешний человек. И ваш внутренний человек, новое творение, представляет ваше тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не даст сообразовываться с веком с ним, но преобразует обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, блага и угодна и совершенна. Теперь перейдем отсюда снова в Римлянам 10 главу и посмотрим очень внимательно. Римлянам 10 глава, стихи 9 и 10. Мы знаем это и благодарим иногда за это. Иногда не беспокоимся, чтобы поблагодарить. Я заметил. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вы видите, «Когда вы начинаете исповедовать, вы не спасены, потому что спасешься». Теперь ответим 10 стих. «Потому что сердцем верует к праведности». Сердцем верует в то, что Он прав пред Богом. Почему Он прав пред Богом? Потому что Он услышал благою весть. Он услышал рассказ об искуплении. Он услышал, что Иисус умер за Его грехи по Писанию. Он услышал, что Иисус воскрес из мертвых для Его оправдания. Вы видите, то же греческое слово, которое переводится «праведный» или «праведность», так же переводится как «оправданное» или «оправдание». Так же. Слава Богу. «Сердцем верует к праведности». Вы можете читать «сердцем верует к правданию». Тоже греческое слово. «Иисус умер по Писанию за наши грехи». Он воскрес из мертвых для нашей праведности, нашего оправдания, нашей праведности. Что это значит? Что мы можем быть правы перед Богом. Я прав перед Богом за то, что Он сделал. Слава Богу. То, что Бог сделал, я принял. Аминь. Он именно тот, кто сделал это. Он один, кто сделал это. Здесь что-то, что нам надо увидеть, что у нас есть. Пока мы здесь в Римной 10 главе, на минуту пойдем во 2 Коринфянам 5 глава, и мы знакомы с 17 стихом. Итак, кто во Христе, тот новая тварь древняя прошла, теперь все новое. Все же, 18 стих, все же, или все это от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою. Слава Богу. Смотрите, грешник не знает, что он примирен с Богом Иисусом Христом. Он думает, что Бог все еще растержен на него. Аминь. И давшего нам служение примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. Аминь. Аллилуйя. Вы можете сказать аминь? Давайте посмотрим на 19 стих. Он говорит, что он дал нам служение примирения. Что есть служение примирения? Потому что Бог во Христе сделал что? Примирил с Собою мир. Мир примирен с Ним. Бог примирил. Я это принял. Вы видите, и это стало реальностью в моей жизни. Я заметил. Не вменяя людям преступлений их. Он говорит обо всем мире, не только о верующих. Не вменяя людям преступлений их. Миру не вменяется преступление. Еще другой перевод говорит, что он не подсчитывает и не держит против людей согрешения мира. Он уничтожил их. Он сделал это в Иисусе. Уничтожил их всех. Мы этого еще не видели. Мы должны увидеть. У нас не было откровения об этом. Должно быть. Аминь. Слава Богу. Но затем, вы видите, я должен принять, как видите, я сделал праведным пред Богом через Иисуса. Через Его смерть и воскресение. Он умер за наши грехи в соответствии с Писанием. Он воскрес из мертвых для нашего оправдания. Итак, сердце верует к праведности. Он верит, что прав пред Богом, потому что услышал рассказ. Аллилуйя. И он поверил этому. Отмечу. И теперь он исповедует, что он спасен, потому что сам исповедует. Потому что устами исповедуют. Потому что я прав пред Богом. Я исповедую, что я спасен. Аминь. Потому что устами исповедуют ко спасению. Я прав пред Богом. Потому что я что-то сделал. Нет. Потому что он сделал. Я принял это. Ибо возмездие за грех — смерть. А дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему. Аминь. Я принял дар. Аллилуйя. Аминь. Итак, мы видим, что он сделал. Что он сделал. Это все Он. Теперь вы видите беду многих людей. Они стремятся делами проложить путь на небо. Да, я верю в добрые дела, и мы получим награду. Так Слово Божие учит нас. Слава Богу за хороших управляющих. Хорошая работа. Но все это наше хорошее управление, и наши добрые дела никогда не приведут нас на другую сторону. Я помню одну церковь, где я был пастором. Однажды я посещал членов моей церкви, и вот я пришел к женщине с мужем, и она никогда не приходила с мужем. И он никогда не ходил в церковь, в мою церковь или в какую-либо другую церковь. Никогда, нигде не ходил в церковь. Итак, я пришел посетить их в этот раз, и он был там, и я встретил его. Не в церкви, это стало церковью. Итак, я пришел на время, и он сказал мне, «Брат Хейген, вы верите, что если я буду жить такой же хорошей жизнью, как вы, или как лучшие члены вашей церкви живут, то я изменюсь и стану достаточно хорошим, чтобы пойти на небо, как вы?» Я сказал, «Нет, нет». Я не приобрел никаких изменений по законам. Я живу правильной жизнью, и другие тоже. Но я не иду на небо, потому что я живу правильной жизнью. Я иду на небо, потому что я родился заново. Я иду на небо из-за того, что Иисус сделал. Он заплатил за мое спасение, слава Богу, из-за его крови. Он сказал, «Сэр, я хочу, чтобы вы знали, вы говорите, что все это придет со временем. Но я наблюдаю за женой, она член церкви много лет, почти 20 лет, может быть, 16 лет прошло. И он сказал, «Я знаю многих людей, я живу жизнью лучше, чем большинство из них». Он сказал, что если взять лучших членов церкви, которые у вас есть, и я поставлю вас рядом. Нет ничего, чтобы они не делали, чего бы я не делал. Но вы не идете на небо, потому что вы не делали. Вы идете на небо из-за того, что вы сделали. Вы слышите меня? Потому что вы приняли Иисуса как Господа и Спасителя, исповедовали Его как Господа и Спасителя. Смотрите, вы не идете на небо, потому что вы не делали. «Я не делал», он сказал. «Нет ничего, чтобы они не делали, чего бы я не делал». «Я живу лучше, чем члены вашей церкви. Я живу лучше жизни, чем они живут. Не думаете ли вы, что я стал изменяться к лучшему?» Я сказал, «Нам вообще не надо меняться, чтобы пойти на небо». «Благословен Бог, Он все устроил, Бог все устроил. Нам не надо что-либо менять, чтобы пойти на небо». «Нет», я сказал, «Я не знаю, что вам еще сказать. Вы можете идти». «Ну, нет», он сказал, «Мне надо изменяться. В этом я расскажу вам, во что я верю». «Я верю, что если я буду вести такую же хорошую жизнь, как вы, члены вашей церкви, у меня будет все меняться к лучшему». Я сказал, «Нет, нет, нет, нет. У нас нет никаких изменений. Вы родились заново». Он сказал, «Я хотел поговорить об этом». Я сказал, «Вы знаете Господа Иисуса Христа, как своего личного спасителя». Тогда он сказал, «Я верю в Иисуса Христа». «Хорошо». «Так же, как в Джорджа Вашингтона». Он сказал, «Я никогда не видел Джорджа Вашингтона. Он умер до моих дней». Но я читал историю. Я верю, что такой человек жил, и его звали Джордж Вашингтон. Я верю тому, что я прочитал о нем. Я никогда не знал его. Я никогда не знал Авраама Линкольна. Он жил и умер до моих дней. Но я верю, что человек, которого звали Авраам Линкольн, жил. Я читал о нем в истории. Я верю тому, что прочитал. Итак, он сказал, «Я не знал Иисуса Христа. Но я верю, что человек, которого звали Иисус Христос, жил». Вы видите, он не верил, что он воскрес из мертвых. Я верю в то, что человек, которого звали Иисус Христос, жил, потому что читал об этом. Я верю в историческую личность. Я верю, что он прожил правильную жизнь. Я верю, что он великий учитель. Я верю, что он оставил нам хорошее наставление для правильной жизни. Но я еще не спасен. Покажите мне, где это написано в тексте. Я закричал, «Исповедуй своими устами Господа Иисуса, и верю в своем сердце, что Он воскресил его из мертвых». Бог воскресил его из мертвых. Если Он не воскресил его из мертвых, тогда нет спасения. Аминь. Но вы видите, он не верил, что Бог воскресил его из мертвых. Он верил, что Иисус был исторической личностью, как Авраам Линкольн, как Джордж Вашингтон. Нет, нет, я сказал, «Библия говорит, сам Иисус сказал, что вы должны родиться заново». «Рожденное от плоти есть плоть, и рожденное от Духа есть Дух». Хорошо, я верю, что Иисус был хорошим человеком. Он оставил нам хороший пример. Я говорю вам, что я верю, что я стою, чтобы пойти на небо. Надо просто измениться, как вы или члены вашей церкви. Я сказал, «Брат, у нас нет никаких изменений вообще. Вы один, кто изменяется». Я говорю вам, «Со слезами». Вы идете прямо в ад. Говорит, «Со слезами». «Иду прямо». Благодаря Богу, у нас не было никаких изменений. Аминь. Ответим, что сердцем веруют к праведности, в римлянном 10.10, а устами исповедуют ко спасению. Аллилуйя. Здесь истинное исповедание веры, которое делает грешник. Прямо здесь. Вы видите, грешник служит сатане. Он дитя дьявола. Он виновен только в одном грехе. В отвержении Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Теперь откроем Ивангелетрияна. Я упоминал об этом раньше, но мы вернемся, чтобы прочитать весь отрывок Писания. Ивангелетрияна, 16 глава. Давайте отметим. Ивангелетрияна, 16 глава, 7 по 11 стихи. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, полезней для вас, хорошо для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешите, вы знаете, что он говорил о духе, не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Отметим здесь. «О грехе, что не веруют в меня». Видите? «О правде, что я иду к моему отцу, и уже не увидите меня». О суде же, что князь мира сего осужден. Видите? Отмечено о грехе, что не веруют в меня. Итак, Бог требует нашего исповедания господства Иисуса. Это истинное покаяние. Это истинная вера. Когда мы требуем от грешника, чтобы он исповедовал свои грехи до того, как он стал новым творением, это как сцена, когда правитель государства, откуда вы, говорит какому-то заключенному пожизненно. «Я прощу тебя, если ты исповедуешь, что ты в тюрьме». Но это его свидетельство. Аминь? Это само собой разумеющийся факт, что грешник дитя дьявола. То, что он должен исповедовать, это господство Христа. Я отмечаю это. Вернемся к Римлянам, в 10 главе, 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом», или Марджин говорит, «Греческий текст говорит, «Иисуса как Господа». Вы исповедуете Иисуса как Господа. Это значит «вашего Господа». Это значит, что Он Господь в вашей жизни. Аминь? Не так ли? Он Господь в вашей жизни. Исповедуйте Иисуса как Господа. Исповедуйте затем ваше спасение. Устами исповедуют как спасение. Другими словами, мы должны дать Иисусу главенствовать в нашей ежедневной жизни. Исповедание Господства Иисуса это самое сердце евангельской вести. Лишь немногие верующие действительно знают, что это значит в их жизни, и это нужно сделать абсолютно понятным для неспасенных. Римлянам 10, 9 и 10 это не об исповедании наших грехов, но об исповедании Его Господства над нашими жизнями. Мы используем два особых местописания основного текста для нашей особой серии. Во-первых, Римлянам 10 глава и затем Евреям глава 4. Римлянам 10 глава стихи 9 и 10 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И Евреям 4 глава стих 14 говорит, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». До этого момента мы говорили об исповедании, которое спасают. И это исповедание господства Иисуса. То, что мы должны исповедовать, это господство Христа и то, что мы спасены. Посмотрите, что здесь написано. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, это значит, Иисуса как Господа, твоего Господа». И теперь последнюю часть 10 стиха. «А устами исповедуют ко спасению». Исповедание Иисуса Господом это самое сердце евангельской вести. Римлянам 10, стихи 9 и 10, как мы читали, это не исповедание наших грехов, но исповедание Его господства над нашими жизнями. И это исповедание знак нашего покаяния и знак нашей веры во Христа. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом или Иисуса как Господа». И это исповедание не только для нас, это исповедание для мира вокруг нас и для сатаны, который управлял нами. Вы видите, сатана больше не наш господин, слава Богу. Иисус наш Господин. Вы поменяли Господина. Аминь. Сатана не наш господин, Иисус наш Господин. Мало кто принимает радость спасения, пока не сделает публичное исповедание. В своем внутреннем человеке вы верите в Его воскресение. Теперь устами твоими исповедуй, что ты спасен, потому что сердце верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Другими словами, верит тому, что Христос есть Его праведность, и устами исповедуют, что работа совершена, и что Он родился заново. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь в следующем стихе Господь провозглашает, «Ибо Писание говорит, «Всяти, верующие в Него, не постыдиться». Это 11 стих, это 10 главы. «Всяти, верующие в Него, не постыдиться». Другими словами, «Всяти, кто исполняет то, что Бог сказал, не окажется постыжен». Аминь. Другими словами, Бог верен сохранить Своё Слово для тех, кто верит в Иисуса Христа, и публично исповедует Свою веру. Я думаю, многие люди в этом вопросе терпят неудачи чаще, чем в чём-либо другом публичное исповедание нашей веры. На минуту перейдём в 10 главу Евангелия от Матфея. Прочитаем здесь, что Иисус говорит. Матфея, глава 10, стихи 32 и 33. Иисус сказал, «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Аллилуйя. Мы научились, что исповедание — это признание господства Иисуса. Аллилуйя. Обратите внимание на 33 стих. «А кто отречётся от Меня пред людьми? Отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Итак, вы видите, что здесь говорится об исповедании пред людьми. Публичное исповедание действительно разрушает зависимость от мира. это изменение господства. Публичное исповедание изменяет нашу позицию. Исповедание господства Иисуса ставит нас прямо под Его контроль, под Его заботу, под Его защиту. Слава Богу во веки. Аминь. Нам надо, чтобы это стало очень ясно. Теперь мы подошли к третьему типу исповедания. Вы помните, на нашем уроке на прошлой неделе мы говорили о четырёх различных видах исповедания, которые встречаются в Новом Завете. И третий из них — это исповедание верующим своих грехов, когда он вне общения. Теперь в тот момент, когда мы грешим, мы теряем наше свидетельство. Мы разрушаем общение с Отцом, нашим Богом. Грех всегда приносит ложь. Вера погружается во тьму, разрушается общение. У нас есть в Верхнем Завете пример. Откроем Псалом 136 и прочитаем. Вы увидите, что я хочу сказать, когда мы посмотрим пример из Нового Завета. Итак, Псалом 136. Начнем читать с первого стиха. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни Сионских. Как нам петь песнь Господню на чужой земле? Вы видите, дорогие друзья, Израиль согрешил и был отведен в рабство. При реках Вавилона, когда вспоминали о Сионе, их арфы были повешены на вербах, вроди требовали от них песен, и они плакали. Как нам петь песни Сиона в Вавилоне? Это картина разрушенного общения. У веры нет песни, когда общение разрушено. Теперь давайте перейдем к соответственному месту в Новом Завете, первому посланию Иоанна. Давайте отметим один стих, первая глава, первое послание Иоанна. Я хочу, чтобы вы что-то узнали. Я начну читать третьего стиха. Я хочу, чтобы вы подчеркнули, когда я буду читать слово «общение». Подчеркните это. Отметьте это. Хорошо, начнем читать. Третий стих, первое послание Иоанна, первая глава, стих 3. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение. Вот первый раз, не так ли? общение с нами, с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы». Если мы говорим, что имеем общение, вот второй раз, общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем что? Общение. Это четвертый раз. Общение в 3 стихе дважды. Общение друг с другом и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Теперь это слово написано не к грешникам. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Посмотрите на первый стих 2 главы 1 послания Иоанна. Мы прочитали последний стих 1 главы. И вы, конечно, знаете, что Иоанн не писал письмо с главами и стихами. Я очень часто спрашиваю людей, как много писем вы написали с главами и стихами? Никогда. Иоанн не писал писем с главами и стихами. Люди разделили все на главы и стихи, чтобы эти места было проще найти в тексте. Итак, очень часто то, что говорится в следующей главе, результат того, что говорилось раньше. Не разделяйте то, о чем говорится. Дети мои, «Сие пишу вам», это первый стих второй главы, это то, что написано в первой главе, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Отметьте это. Это написано не для мира, не для грешников, говорится, «Дети мои». Я думаю, если вы пишете грешникам «Дети мои», нет, нет. Вы видите, эти слова написаны не для грешников, написаны не для мира, они написаны для верующих. Теперь, почему это написано? Для какой цели? Это написано, во-первых, как предупреждение, предупреждение против разрушения общения. Во-вторых, показать путь обратно в общение, если вы потеряли его. Дети мои, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Это предупреждение, не делайте этого. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Теперь, не выдергивайте один из этих стихов из места, где он находится в первом послании Иоанна. Когда вы вытаскиваете стихи из контекста, вы можете получить совсем не то, что Библия говорит. Посмотрите, что здесь говорится. «Если мы говорим, что имеем общение...» Какая здесь тема? Отметьте, тема «общение». Мы встречаем это четыре раза. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лыжем и не поступаем по истине. Вы видите, здесь говорится, что если я вне общения и говорю, что все в порядке, я не говорю истины. «Если я говорю, что во мне нет греха, но общение все еще разрушено, моя вера слаба». Затем он говорит, «Если я исповедую мои грехи, он верен». О, благодарение Богу, он верен. Вы рады этому? Скажите все громко, «Он верен». Благодарение Богу. «Если я исповедую мои грехи, он верен и справедлив». Или «праведен». Многие переводы «он верен и праведен», потому что тоже греческое слово переводится «и справедлив и праведен». «Он верен и праведен и справедлив». «Простить мои грехи и очистить меня». О, аллилуйя! От всякой неправды. Смотрите, я теряю свою позицию праведности. Запомните сейчас, «Прав пред Богом». Вот что значит эта позиция, как там в Римлянах, с сердцем верует к праведности, что он прав пред Богом, потому что поверил тому, что Иисус сделал. Но когда ты грешишь и разрушаешь общение, ты теряешь свою позицию праведности пред Богом. Но благодарение Богу, Он прощает наши грехи, и что мы сделали не так, Он очищает нас от всякой нечистоты. Аллилуйя! Или неправда. Вы можете сказать «Аминь»? Слава Богу! Аминь! Теперь вы видите, если я исповедую грехи однажды, я говорю верующим христианам, в этот момент Он говорит, «Он прощает меня». Он сказал, «Он прощает меня». И в тот момент, когда Он меня прощает, я стою в Его присутствии, как тот, у кого никогда не было греха. Он не вспоминает. Он не вспоминает вещи, которые разрушили наше общение. Но как я знаю это? Потому что Он так сказал в Своем слове. Он сказал в слове Сом, «Я, я сам изглаживаю преступления твои и грехов твоих, не помяну». Аллилуйя! Он не вспоминает их. Теперь я должен научиться не вспоминать об этом. И это довольно трудно для нас. И если Сатана сможет заставить меня думать о моем грехе, который разрушил мое общение с Богом Отцом, он удерживает меня в невыгодном положении и держит меня в рабстве. Верующий должен быть готов прощать себя так же, как Бог Отец готов прощать нас. Аминь. Теперь мы должны прощать других. Мы научились этому на прошедших неделях, на тех уроках, когда мы молились и прощали. Теперь некоторым людям легко прощать других, но трудно простить самих себя. Другим людям простить себя очень просто. Трудно простить других, но нам нужно то и другое. Я сказал, нам нужно то и другое. Мы ходим с Богом. Я помню, я служил на собрании в большом городе, в другом штате. И после одного из утренних служений мы с пастором отправились пообедать. Мы выходили из почти пустой церкви. Там осталось только горстка людей, и одна женщина остановила меня, коснулась в моей руке и попросила, «Брат Хеггин, я хочу, чтобы вы помолились». Я сказал ей, «Хорошо». «О чем?» «О чем вы хотите, чтобы я помолился?» «Неужели я должна сказать вам об этом?» Я сказал, «Но я не собираюсь молиться до тех пор, пока вы мне не скажете о чем». И я не сдаюсь, просто стою в ожидании. Она говорит, «Ну ладно, видите ли, я христианка примерно 8 лет». И она продолжала, «Но мой муж не спасен». Она сказала, «Несколько лет прошло с тех пор, как мы поженились, перед тем, как я спаслась». Она сказала, «Он удивительный человек, любит меня, и я тоже люблю его. Это дал нам Бог, у нас хорошая семья». Он приходил со мной в церковь некоторое время, но он так и не стал христианином. Он не возражает, чтобы я ходила в церковь. Семь лет я занимаюсь с детьми в воскресной школе, наполняюсь Духом Святым. Но я сказал, «Сестра, вы так и не сказали мне, о чем молиться?» Она сказала, «Подождите минутку». До того, как я спаслась и родилась свыше, я всегда была очень вспыльчивым человеком. Я просто взрывалась, и атмосфера вокруг меня накалялась все больше и больше. И за все эти годы у меня не было ни одного эмоционального взрыва. Я контролировал их. Мой муж так же не напивался. Может быть, время от времени он позволял себе немного выпить. Нечасто. Но однажды он пришел домой в субботу вечером. Он был на веселе. Он хорошо выпил, и я сразу же завелась. Я устроил ему сбучку. Я сказал много такого, чего не следовало бы говорить. Я просто разозлилась, и он стал оправдываться. Я не пьян, я не пьян. Я просто выпил пару стаканчиков. Я думал немного повеселиться и подразнить тебя. И она сказала, «Я хорошенько проучила его». Ушла в свою комнату, хлопнула дверью. А когда я остыла немного, я почувствовала себя просто ужасно. Я опустилась на колени и молилась остаток ночи. «Боже, прости меня». «Дорогой Господь, прости меня». На следующее утро мне нужно было учить детей в воскресной школе, потому что все случилось вечером с субботы на воскресенье. Я была очень подавлена. Мой муж вышел к завтраку, и я сказала, «Я очень хочу, чтобы ты простил меня, чтобы я простил тебя. Но ведь это я виноват. Я всю кашу заварил. Это мне нужно просить прощения у тебя?» Она сказала, «Я христианка. Мне нужно сейчас идти учить детей в воскресной школе. Я молилась всю ночь и просила у Бога прощения в том, что я так с тобой поступила. Я сказала то, чего не должна была говорить. Я вышла из себя». Так вот они поговорили. Я потерял свой микрофон. Слава Богу. Продолжаем. Итак, она сказала, что сказала ему, «Я христианка, и была не права, поэтому ты прости меня». Он сказал, «Что? Я должен простить тебя?» Да, это я должен простить у тебя прощения. Она сказала, «Я прощаю тебя». Я сказала ей, «Сестра, я так и не услышал, в чем состоит ваша молитвенная нужда?» «Хорошо», — сказала она, «Я хочу, чтобы вы помолились, чтобы Бог дал мне какое-нибудь переживание, что Он простил меня». И я просто стал смеяться. И она стала смеяться вместе со мной. Я сказал, «И это все, что вы хотели мне сказать?» Нужно было просто сказать, «Я больше доверяю словам своего неспасенного мужа, чем Божьим». Вы сказали, что молились и просили Бога простить вас. Вы исповедовали свои грехи. Он верен и праведен и простил вас. Ведь так говорят его слова. Теперь вы идете к своему неспасенному мужу, просите его простить вас. Он говорит, «Прощаю». «Прости ты меня». «Ты прощаешь». Вот и все. Но вы показываете больше доверия ему, чем Богу. Я сказал, «Знаете, в чем ваша проблема?» «Вы не можете простить себя». Бог простил вас сразу же, как только вы обратились к Нему с просьбой. Но вы себя не простили. Вы все еще держите эту обиду на себя из-за того, что разозлились. Ваш муж простил вас. Вы сказали, что он это сделал. Вы поверили ему. Вы ни мгновения в этом не сомневались. Ведь так? Мне всегда было проще простить других, чем себя, сказала она. Но это так же неправильно, как не прощать других людей. И это служит препятствием в духовной жизни, в молитвах и труде, так же, как и не прощение других людей. И она сказала, «Что же мне делать?» Я сказал ей, «Каждый раз, когда вы будете молиться, и не важно, что вы чувствуете или что не чувствуете, вы говорите, «Мистер Дьявол, вот картинка того, чего больше нет. Потому что мой Господин простил меня». Ты просто принес мне фотоснимок того, что случилось. «Мой муж простил меня. Господь простил меня. Я сама себя простила. Все прошло. Я благодарю Господа за Его Слово. Если вы начнете это делать, через три дня вы почувствуете, что все в порядке». Через три дня ее лицо, которое она не могла до этого поднять вверх, сияло. Почему? Потому что она простила себя. Потому что до этого дьявол держал ее в состоянии депрессии. Аминь? Слава Богу! Аллилуйя! Давайте обратимся к посланию к евреям. Это поможет нам. Десятая глава. Давайте прочитаем второй стих. Видите ли, в послании к евреям 10 Павел говорит о христианах из иудеев, приносящих жертвы и постановления по постановлениям Ветхого Завета. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертвы, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Это напоминание. Вот о чем я хочу вам сказать. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Видите, здесь говорится о несовершенстве крови тельцов и козлов в уничтожении грехов. Она могла только покрыть их. Кровь оставляла грех в сердцах людей и только покрывала его. А с грехом оставалась и грешная совесть. Но в искуплении Христом, аллилуйя, Христос искупил нас от грешной совести, потому что никаких воспоминаний о грехе нет, потому что благословен Бог, их не существует. Их не существует. «Потому что я, я сам изглаживаю преступления твои», говорит Господь, «и грехов твоих не помяну». Можете сказать «Аминь»? Я думаю, что нам будет интересно посмотреть еще несколько мест Писания здесь, в Послании к Евреям. Мы читали из 10 главы. Если мы просто обратим внимание, что здесь Он говорит, «Я нашел то местописание, которое отметил». Посмотрим на 8 главу в Послании к Евреям и посмотрим, почему наше искупление, Новый Завет, этот Завет лучше, чем Ветхий. Аллилуйя, та кровь только покрывала грехи. Давайте внимательно посмотрим на Послании к Евреям, в 8 главу, 6 стих. «Говорящий об Иисусе». «Но сей первый священник получил служение тем превосходнейшей, чем лучшего Он ходатый Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. «Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый Завет, не такой Завет, какой я заключил с отцами в то время, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том Завете Моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот Завет, который завещаю дому Израилеву. «После тех дней, говорит Господь, вложу законы Мои, в мысли их, и напишу их на сердцах и буду их Богом, а они будут Моим народом». Аллилуйя! Слава Богу! «Благодарение Богу!» Это мы! Вы можете сказать «Аминь»? Здесь говорит «Санас», слава Богу! Лучший Завет утвержден на лучших обетованиях. Аллилуйя! Итак, вы видите, уже нет больше воспоминаний. Нет больше воспоминаний. Но почему? Потому что, вы видите, их грехи... Перейдем снова в 10 главу евреям, 17 стих. «И грехов их и беззаконий их не вспомяну более». «И грехов их и беззаконий их не вспомяну более». «А где прощение грехов, там не нужно приношения за них?» «Итак, вы видите, я...» Он сказал, «Грехов их и беззаконий их я не вспомяну более». Он не помнит, но почему? Потому что Он простил нас. Он омыл нас своей кровью, слава Богу. Очистил нас. Сделал святыми. Аллилуйя! А почему мы помним? Разве вы не видите? Если мы помним, то сатана идет на нас с наступлением. Если сатана принес нам картинку в ваш разум, скажите, «Да, я это сделал». Не пытайтесь скрыть. Но благодарение Богу этого больше не существует. Я говорю о верующих, потому что грех был в прошлой жизни. Старое прошло, мы стали новым творением. Но с тех пор, как мы стали христианами, мы потеряли так много времени на это. Но давайте вернемся к 1 Иоанна 1 главе. Это 2 глава. «Дети мои, сие пишу вам первый стих. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если вы ходите в любви, вы не грешите. Каждый шаг не в любви грех. И мы теряем. У каждого из нас есть это. Но благодарение Богу Он показывает нам путь назад к общению. А если бы кто согрешил, то мы имеем в настоящее время. Хадатая. Кто это? Пред отцом. Хадатый означает адвоката, который ходатайствует за нас пред отцом. То есть Он посылает нам, христианам, защитника, который защищает наше дело пред отцом. Мы имеем ходатай пред отцом. Кто это? Иисус Христос. Праведник. Слава Богу. Вы можете сказать «Аминь». Иисус Христос праведник. Аминь. Давайте откроем нашу Библию снова на 10 главе послания к римлянам и прочитаем 9 и 10 стихи. Также прочитаем евреям 4 стих 14. Во-первых, к римлянам 10 глава 9 стих. Читаем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Стих 10 говорит. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Затем, в Евреях 4 главе 14 стихе мы читаем. «Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего Небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Конфешн. В переводе Короля Якова говорится, «Будем твердо держаться исповедания профессион». В некоторых переводах Библии есть носки, где говорится, что в этом стихе используется другое греческое слово, профессион. Как я вижу, и сноски в моей Библии. По-русски оба слова переводятся как «исповедания». Но в нашей серии уроков мы учим на тему исповедания, потому что так много путаницы по отношению к исповеданию. Причина путаницы в том, что мы не считаем Библию, не верим тому, что Библия говорит на эту тему, потому что Писание очень ясно. Мы обнаружили, что есть четыре вида исповедания, встречающихся в Новом Завете. Во-первых, это Иисус и Иоанн Креститель, учащие исповеданию грехов для иудеев, а не народ Божьего Завета. И Бог требовал через Иисуса и Иоанна Крестителя, чтобы они исповедали и возместили убытки. И второй вид исповедания — это исповедание грешника сегодня. Смотрите, они народ Божьего Завета, и Иоанн Креститель и Хрития и Иордан. Это не христианское крещение. Иисус еще не пришел, Иисус еще не умер, Он еще не воскрес из мертвых и не воссел на высоте на вете, чтобы охотатайствовать за нас. Но когда мы говорим об исповедании грешника сегодня, это, конечно, исповедание господства Иисуса. Заметьте, что об этом говорится здесь, в этом тексте. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, или, как говорится в сносках на полях, Иисуса как Господа, это то, что вы исповедуете Иисуса как своего Господа. Смотрите, сатана был вашим господином, но теперь ваш господин Иисус. Аллилуйя. И третий вид исповедания, о котором мы говорили, это когда верующий исповедует свои грехи, когда он вне общения. И мы особенно отметили большую часть первой главы первого послания Иоанна и первые два стиха второй главы первого послания Иоанна. Теперь перейдем к четвертому виду исповедания, встречающимся в Новом Завете. Мы найдем его прямо здесь, евреям, 4 глава, 14 стих. Итак, «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». О каком исповедании он говорит здесь? Он говорит верующим. Он не говорит твердо держаться исповедания греха, потому что однажды исповеданный грех он прощает, и на этом конец ему. Но он говорит держаться исповедания нашей веры, держаться исповедания нашей веры в Слово, держаться исповедания нашей веры в Иисуса Христа, держаться исповедания нашей веры в Бога Отца, нашего Небесного Отца. Смотрите, Он говорит нам здесь твердо держаться. Вы знаете, что мы говорим на разных языках, и на современном языке можно сказать, крепко держаться. Знаете, когда кто-то дает вам конец веревки, он говорит вам, держи крепко, держи, другими словами. И поэт, потому что необходимо приложить некоторые усилия на другом конце этой веревки, чтобы вырвать ее из ваших рук. И поэтому, когда вы поймали веревку, вам говорят, твердо держись, крепко держись, держись. Я верю, что это то, о чем Павел говорит здесь, написав в послании к евреям, твердо держись, крепко держись, держись, держись здесь вашего исповедания, твердо держитесь, крепко держитесь вашего исповедания. Вы знаете, наша вера в том же ряду, что и любовь Любовь и вера в одном ряду Они в сердце И они растут с помощью исповедания Даже с природной точки зрения Чем больше вы говорите вашей жене, что вы ее любите, тем больше вы ее любите И чем меньше вы говорите ей об этом В конце концов вы задаетесь вопросом А зачем я на ней вообще женился? Но любовь живет и находит свою радость в продолжающемся исповедании И растет с помощью исповедания Вы знаете так же хорошо, как и я Что чем больше вы говорите о том, как вы любите Слово Божье, любите Господа Иисуса Христа Тем больше вы любите Аминь Чем больше вы читаете Библию, тем больше вы ее любите Но чем меньше вы говорите о чтении Библии Чем меньше говорите о том, что любите Библию Чем меньше говорите о том, что любите Иисуса, тем меньше вы это делаете. И вы видите, что любовь и вера в одном ряду. Вера принадлежит тому же ряду. И чем больше вы исповедуете свою веру и говорите о ней, тем более реальной она становится, и тем больше вы растете. Теперь, если вы хотите быть сильными в Господе, и я уверен, что это одна вещь, которая укрепит вас в Господе, могуществом силы Его. Вы помните, Павел писал к церкви Эфесе, «Укрепляйтесь Господом, аминь, и могуществом силы Его». Тогда исповедуйте Иисуса как своего Спасителя и своего Господа при каждой возможности. Смотрите, чтобы ваш разговор сводился к этому. Вы будете удивлены, как вы вырастете, если будете так делать. Аминь. И я помню, как один выдающийся служитель Евангелия однажды сказал, фактически он стал служителем с мировым именем. И он сделал заявление и сказал служителям. Он сказал, «Вы знаете?» И действительно, я раньше никогда не слышал об этом, хотя у нас и были служения несколько лет. И он сказал, что у него служение в порядке, довольно успешно. Весь мир не знал о нем, но некоторые территории знали, понимаете? Но он сказал, «Две вещи изменили мою жизнь». И я задумался об этом, потому что он стал всемирно известен. Он сказал, «Две вещи». Это было собрание, как обычное собрание церкви. Он был в группе «Поддержите пробуждение». Хорошая неделя пробуждения в церкви. В церкви, не в какой-то тур вообще. И это было недалеко от берега моря. И каждый день я ходил на берег и гулял, разговаривал, молился, искал Господа. И он сказал, «Вот две вещи, которые полностью изменили мою жизнь». «Первое. Я погрузил себя в соединение со Словом Божьим». Теперь вы видите, он был выпускником семинарии, и у него были учителя, либеральные теологи, которые задавали ему вопросы такие как, «Неужели Библия — это Слово Божье? Неужели Библия — это то, что Бог говорит нам?» Некоторые из них говорили, что отдельные части могут быть правдой, но что Библия — это не то, что Бог действительно говорил. «Но содержит Слово Бога местами, но в сущности это не Слово». И он сказал, «Но я стоял на целостности Слова Божьего». Божье Слово — это то, что Бог говорит с нами. И каждая глава, каждый стих, каждая черта — истина. И затем он сказал, «И хотя я был спасен на протяжении многих лет, рожден заново, точно знал, что новое рождение было, жил для Бога, находился в служении, в прямом смысле слова, он сказал, «Я никогда действительно не делал Иисуса Господом моей жизни». Вы видите, в большинстве случаев он спаситель людей, но он также хочет стать твоим Господом. Отметьте, что он сказал, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, Иисуса как Господом». И он сказал, «Действительно, может звучать странно от служителя, который знает новое рождение, но как часто, друзья, Он наш Спаситель». Но действительно ли Он наш Господь? Мы исповедуем Его как нашего Спасителя, и слава Богу, Он ими является, но Он также действительно Господь моей жизни. Если Он Господин моей жизни, это значит, что Он правляет моей жизни. Это означает, Он доминирует моей жизни. Этот служитель говорил все это, и он долго говорил об этом, но вот, что было сутью Его речи. Иисус никогда действительно не был Господом его жизни. Он никогда действительно не исповедовал Его как Господа, не делал Его Господом. И Он сказал в тот день, «Я сделал Его Господом моей жизни». Если Он Господь твоей жизни, тогда Он что-то говорит о том, какие книги ты читаешь. Если Он Господь твоей жизни, тогда Он что-то говорит о том, каких людей выбирать, чтобы с ними быть в одной компании. Если Он Господь твоей жизни, тогда Он говорит о том, в какие места тебе следует ходить и развлекаться. Если Он Господь твоей жизни, Он что-то хочет сказать о тебе, тебе о всей твоей жизни. И этот служитель, когда он сделал Иисуса Господом в своей жизни, видите ли, мы ничего не слышали о нем до этого, что у него было служение, и Господь благословлял его, как только мог. Но Иисус стал его Господом, и он поднял его выше, и направил его, и доминировал в нем, и сделал его, слава Богу, великим работником, служителем, евангелистом, который касался целого мира. Слава Богу! Аминь! Итак, одно дело — иметь Иисуса как Спасителя, и совсем другое — исповедовать его Господом. Нам нужно постоянно исповедовать его Господство. Сатана не наш Господин. Аминь! Он не имеет власти над нами. Иисус наш Господь. Это означает, что Он имеет власть над нами. Это означает, что мы находимся под Его заботой, под Его руководством, под Его защитой. Слава Богу! Он наш Господь. Но в этом тексте будем держаться исповедания нашего, это значит, будем твердо держаться исповедания, что Иисус Господь в нашей жизни. Теперь, я не могу исповедовать Иисуса Господом твоей жизни. Вы знаете, я думаю, иногда мы делаем заявления, которые люди слышат и принимают, но они могут сделать много. Но на самом деле, никто не может исповедовать Иисуса Господом над твоей жизнью. И вы не можете исповедовать Иисуса Господом над моей жизнью. Я один тот, кто может сделать это. И иногда люди думают, что вот, мы просто пойдем в мир. Я слышал, как люди говорят, мы исповедуем Иисуса Господом над этим городом. Но вы знаете, если город не захочет, чтобы он был его Господом, он не будет его Господом. Это личный вопрос. Вы понимаете, что я имею в виду? Это личный вопрос. И слава Богу, это причина брать и нести Евангелие, благую весть. Это личное. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Кто будет веровать, не будет осужден. Кто будет веровать, что Иисус стал Господом в его жизни. Аминь. И вы видите, это причина, почему мы делаем персональную работу, евангелизационную работу. Слава Богу, мы побеждаем души. Мы хотим, чтобы Он был Господом. Чем больше людей в нашем городе мы приведем к исповеданию Иисуса Господом, тем больше Иисус будет Господом. Но вы не можете просто выйти и исповедовать, что Иисус Господь над этим городом, потому что Он не Господин над большинством этих людей. Сатана их, Господин. И Сатана управляет их жизнями. И вы видите, они идут туда, куда Сатана им говорит идти. Аминь. И мы должны понимать это. Смотрите. Библия говорит во 2 Коринфянам 4.4. Сатана – Бог этого мира. Павел называет Его Богом этого мира. И вы помните то, что в некотором смысле этого слова первоначально Адам был Богом этого мира. Когда мы используем этот термин, говоря, что Сатана – Бог этого мира, это означает, что Он управляет. Аминь. Правит в этом мире. Смотрите, мы в мире, но мы не от мира. И теперь есть некоторые люди, которые просто перепрыгивают через это слово. Нет, у нас есть люди, у нас есть люди Евангелия. Они неосторожны и уходят в сторону от того, что Бог призывает их делать, и пытаются достичь чего-то большего. То, что нам нужно делать, это нести людям Евангелие, идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Аминь. И Библия говорит, сам Иисус говорит, «И проповедано будет сие Евангелие Царство и восвидетельство всем народам, не только индивидуально, но всем народам, и тогда придет конец». Некоторые просто придергивают слово. Нам не нужно завоевывать, покорять людей, и все, что мы должны делать, это нести Евангелие людям. Если вы неосторожны, вы идете в сторону от того, что Бог повелел вам делать, и попытаетесь что-нибудь взять на себя, в то время как все, что нам нужно делать, внести Евангелие людям. Сугубляться, стоять на столе и проповедовать Евангелие. Я не слышал, чтобы они призывали к покаянию, что-нибудь кто-то спасся. Это правда, что мы в Царстве вожжим прямо сейчас. Вы слышите меня? Иисус наш Господь. Но Иисус Господь и Бог только в Своем Царстве. Сатана — Бог над Своим Царством. Но я больше не в Его Царстве. Вы можете сказать «Аминь»? И мы хотим вырвать, кого только сможем, из Царства Тьмы, Царства Света. Вы меня слушаете? Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Давайте твердо держаться исповедания нашего, что Он — Господь нашей жизни. Как я сказал, я не могу исповедовать Его Господом в вашей жизни. Вы сами должны это сделать. Видите, у меня нет власти над вашей жизнью, и у вас нет власти над моей жизнью. Аминь. Кто хочет, пусть придет и пьет воду жизни даром. Бог сделал человека и дал ему свободную волю, и он может сам выбирать. И вы видите, это те вещи, которые меняют людей, принимающих Иисуса в свои сердца. И в жизни, и они становятся новым творением, слава Богу. Вы не можете изменять людей через политику, вы не можете изменять людей через правительство. Мы призваны менять людей. И вы знаете, некоторые люди всегда говорят, «Я против многих вещей, которые делаются в мире, но я не проповедую и не говорю об этом». Потому что вы можете установить все эти законы и правила, которые вы захотите, но пока они имеют в себе дьявола, они будут действовать как дьявол. Но я призываю людей спастись. Они спасаются, и Иисус становится Господом их жизни. Они перестают действовать как дьявол. Аминь. Вы не можете издать закон о праведности. Вы не можете издать закон о правильной жизни. Вам нужно, чтобы люди родились заново. И когда они родятся заново, они будут иметь Иисуса внутри. Когда они будут ходить в общение с Ним, они смогут жить правильно. Вы можете сказать аминь? Хорошо, теперь слушайте. Будем твердо держаться исповедания нашего. Хорошо. Исповедания чего? Нашей веры. Во-первых, Слово Божье. Аллилуйя. Слава Богу. Я просто интересуюсь, мы можем верить Слову Божьему? Мы можем исповедовать Божье Слово? Оставьте заметку здесь, в 4 главе евреям, и перейдем к концу послания евреям. Например, к 13 главе. И ответим здесь нечто. Теперь снова вспомните, что послание к евреям, это послание к христианам из евреев. Это письмо не было написано с главами и стихами. Не было написано с главами и стихами. Люди разделили его на главы и стихи. Иногда я думаю, что было бы лучше, если бы его разделили немного по-другому. Сейчас, например, давайте возьмем, мы называем его 5 стих, здесь в 13 главе евреям, 5 стих, последняя часть его, и 6 стих. Давайте соединим вместе и сделаем 1 стих. Я считаю вправе сделать это, потому что они сделали. Люди это сделали тогда, аминь. Они разделили труды на главы и стихи. Итак, отметьте. Аминь. Ибо Сам сказал, ибо Сам сказал, ибо Сам сказал, слава Богу, Он сказал, не так ли, не оставлю тебя и не потяну тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Аллилуйя. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не потяну тебя. Это Он сказал, не так ли? Это Божье Слово, это Слово Иисуса. И Иисус сказал это. Отметьте. Почему Он сказал это? Так что мы смело говорим. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник. Друзья, я верю, что мы можем смело говорить все, что Слово Божье говорит о нас. Я верю, что мы можем смело говорить, что Слово Божье говорит к нам. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Давайте посмотрим на некоторые места в Писании, где говорится, что нам надо твердо держаться исповедание Слова. Вот хорошее место Писания, которое я исповедовал и смело говорил на протяжении многих лет. Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Аминь. Бог мой да восполнит половину ваших нужд. Сколько? Сколько? Всякую из них. По богатству Своему славе Христом Иисусом. Слава Богу. Хорошо. Слово Божье говорит это. И я верю этому. Заметьте, мы исповедуем, что Он восполнил всякую мою нужду. Много времени мы говорили о финансовых нуждах, но всякую нужду нашу означает всякую, духовную, физическую, материальную и финансовую. Всякую нужду вашу. И вы встречаетесь с лицом к лицу с противоречием обстоятельств. Благословен Бог сохранить ваше исповедание, что Он восполнил всякую вашу нужду. Исповедуйте, что Он ваше искупление. Слава Богу, это так, что вы искуплены, что сатана больше не имеет власти над вами. Слава Богу. Теперь, 1 Петра 2,24, например. Здесь другое хорошее местописание. Твердо держаться исповедание веры в Его Слово. Отметьте, 1 Петра 2,24. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ранами Его вы исцелились. Я читал, что один человек сказал, что это означает духовное исцеление. Но это относится к физическому исцелению. Во-первых, нет такого понятия, как духовное исцеление. Дух грешника не исцеляется. Вы меня слушаете? Он рождается заново. Я сказал, он рождается заново. Смотрите, 2 Коринфянам 5,17 говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Древнее прошло, теперь все новое. Это говорится о духовном человеке. Не говорится о его теле. Потому что вы пришли, и Бог спас вас. И если у вас был нос с тручком, у вас останется нос с тручком. Если у вас был римский нос, у вас останется римский нос. Если вы были лысый, то останетесь лысым. Это не меняет внешнего человека. Внешний наш человек, это тело умрет. Это то, о чем Бог нас учит. Но вы видите, что грешник, который приходит к Иисусу, становится новым творением во Христе. Его дух не исцеляется, слава Богу. Он рождается заново. Это не относится к исцелению от греха. Вы не исцелены от греха. Но, во-вторых, если это так, то это означало бы, что Бог совершил ошибку. Потому что в то время, когда я был в Оклахоме, там была калека, и лучшие врачи штата сказали, «Ты никогда не будешь ходить». И я только дал ей этот стих. Она сказала, что прочитала, что «Если мы исцелились, то я исцелилась». Я сказал, «Все правильно, это то, во что я хотел бы, чтобы вы верили». Поднимите свои руки и воздайте славу Богу, потому что вы исцелены. И в последующие 10 минут она скакала и прыгала по всей церкви. Итак, вы видите, если это означает духовное исцеление, то Бог допустил ошибку, исцелив ее физически. Но я верю, что Бог не допускает никаких ошибок. Слава Богу. Ведь так? Нет. Это случилось, когда она начала исповедовать, что Он сам взял ее немощи. И вы видите, при лицом болезни и посреди боли вы твердо держитесь своего исповедания. Слава Богу. Что Он сам взял наши немощи и понес наши болезни. Ранами Его мы исцелились. Вот еще одно хорошее местописание, одно из моих любимых. Мы проповедовали годы об этом, брали одно местописание за другим. У вас есть свой список. Вам не нужно брать мой. У вас есть ваш список. Это мой список. Аминь. Но вы все хорошие, слава Богу. Твердо держитесь вашего исповедания, вашей веры в Слово. Теперь, например, Иоанна, 10 глава, 29 стих. Иисус сказал, «Отец Мой...» Иван, для Теана, 10 глава, 29 стих. Вы успеваете открывать? Хорошо, слушайте. Иисус сказал, «Отец Мой, который дал их Мне...» Говорится о Его учениках. И никто не может похитить их из руки Отца Моего. Смотрите, мое исповедание — это то, что Мой Отец... Я не говорю о себе, я говорю, что Мой Отец больше всех. Мой Отец больше всех. Мой Отец больше всех. О, слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Может показаться, что все восстало против Тебя с неудачами в каждой руке. Но во имя Иисуса Тебе лучше исповедовать, что Твой Отец больше всех. Это из опыта, и я в этом больше 50 лет. Посреди неудач, посреди тяжелых обстоятельств, когда все говорит тебе, что все кончено, ты просто исповедуешь, что Мой Отец больше всех. Прямо перед тем, как начнешь смеяться прямо в лицо дьявола, прямо в лицо противоречащим обстоятельствам, потому что Твоя вера в Нем. Твоя вера не в Твоих способностях. Твоя вера не в том, что Ты видишь. Твоя вера не в обстоятельствах, которые против Тебя. Твоя вера в Нем. В Нем и в Моем Отце. Мой Отец больше всех. Проблемы придут. Да, они придут в этой жизни, потому что Сатана Бог этого мира, и Он противостоит всем, кто к тому сможет. Аминь! Но Мой Отец больше всех. Он больше, чем любая сила, которая придет против Меня. Возрадуйтесь. Теперь мы отправляемся в Иоанн Литриана, 15 глава, 16 стих. Это еще одно хорошее место. Мы говорим о том, чтобы твердо держаться исповедание нашей веры в Слово. Иисус сказал, «Не вы Меня избрали, а Я избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца по имя Мое». Он дал вам. Аллилуйя! Смотрите, вы стоите на этом имени. Я не говорю о вашем имени. Ваше имя немного, значит. Ваше имя, возможно, известно только в нескольких местах, но благодарение Богу. Его имя известно в трех мирах. На небе, на земле и в аду. И Он сказал, что вы принесете плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Аллилуйя! Итак, стойте на этом имени. Вы уже исповедовали, что это имя принадлежит вам, слава Богу. И когда вы просите у Отца во имя Его, Он слышит и отвечает, слава Богу, что Он Мой Отец, и Он больше всех. Вы можете сказать «Аминь»? Хорошо, вот хорошее место в Писании. Слава Богу! Аминь! Я говорю вам, здесь просто куча благословений, не так ли? Аминь! Итак, Лути, 1 глава, 37 стих. Вы помните, как ангел явился Марии и сказал ей то, что она родит сына Иисуса? Как это может быть? Ведь она не была замужем, и вы знаете, это невозможно. Но с Богом, аллилуйя, с Богом, с Богом нет ничего невозможного. С Богом нет ничего невозможного. Аминь! И люди видели так много раз, невозможное человеку, возможно, Богу. Смотрите, Библия говорит, «У Бога не останется бессильным никакое слово». Вы знаете? Слово Божье истинно. Слава Богу! Слово — это то, что Бог говорит тебе. Скажи громко. Библия — это то, что Бог говорит мне. Аллилуйя! И с Богом все возможно. И та же Библия говорит, «Все возможно тому, кто верит». Я верю. Аллилуйя! Итак, спасибо Богу! С Богом все возможно. И моя вера в того, кто больше, потому что мой Отец больше всех. Теперь держитесь этого исповедания. Аминь! Благословение! Наш текст на этой особенной серии уроков — Евреям, глава 4, стих 14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Будем твердо держаться исповедания нашего. Итак, мы говорим о том, чтобы твердо держаться исповедания нашей веры в Слово Божие и в Господа Иисуса Христа и в нашего Отца. Слава Богу! И мы обсуждаем в данный момент то, что нам нужно твердо держаться нашего исповедания, кто мы есть и что мы во Христе Иисусе. И я напомню мысль из последнего урока о методистском служителе, о котором я услышал годами раньше, и он один из тех, кто помог мне сделать это. Он предложил, чтобы каждый верующий, каждый христианин, прочитывая Новый Завет, в основном послание, отмечал прямо сейчас же, сказал он, каждый стих, в котором говорится «во Христе», в котором и в нем. и узнавал, как он сказал «кто ты во Христе Иисусе и что ты имеешь». И я начал это делать, все еще находясь в постели из-за болезни. И когда я поднялся с постели в 1934, и вот мое любимое место во Христе, 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе? Во Христе. Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я всем говорил, что я новое творение. Я помню, в нашем городе жил один парень. Однажды я встретил его, не помню, куда я шел, но это сейчас не важно. Там была просто площадь и дома вокруг нее, и я шел через нее вечером. И я встретил его, он оставил меня и спросил, куда ты идешь? Я не помню, это сейчас не важно. И он спросил меня, не окажу ли я ему одну слугу? Я знал его. Он не был христианином, но говорил со мной раньше, весь в слезах. Он сказал, что не готов принять решение сейчас, но просил меня молиться о нем, несмотря ни на что. И я знал, что он грешник, и какой ужасный грешник. Поэтому я не знал, о чем он может меня попросить. Поэтому я сказал, все зависит от того, о чем ты попросишь. Ну, сказал он, ты ведь знаешь мою девушку. Я знал ее. Она была такая же ужасная, как он сам. И я знаю, о чем я говорю. И я ответил, да, я знаком с ней. Он сказал, ее кузина из деревни приехала в гости. Она хорошая девушка, сказал он. Не такая, как моя. Она по-настоящему хорошая. И я пообещал своей девушке, что приведу парня познакомить с ней. И он сказал, я уже на 45 минут опаздываю. Он посмотрел на свои часы, он действительно опаздывал. Я не смог никого найти. Не мог бы ты пойти со мной на свидание с этой кузиной? Он сказал, ты же знаешь его девушку. Я знал его девушку. Если я не приведу с собой парня для кузины, а треснет ее по голове. И она так и сделала бы. Я знал, что она так и сделала. Возьмет вручный табурет и треснет его по голове, потому что она крутого нрава. И он пообещал, что мы не останемся там надолго. Но до тех пор, пока я не исполню то, что обещал. И он знал меня. Он знал, что я веду праведную жизнь. И он давал разные обещания, в случае, если я пойду с ней. Он и его девушка курили сигареты. Мы не будем курить сигареты. И еще он добавил, мы не будем пить. Пиво пить не будем. И не будем пить ничего. Никаких крепких напитков. Ни в коем случае. Потом он пообещал, мы даже танцевать не будем. И надолго не останемся. Ну ладно, ответил я, если это так, я, пожалуй, пойду с тобой. Итак, мы пошли. И он представил меня этой кузине. Вы знаете, как это делается. Мы зашли в дом, в комнату. Он со своей девушкой пошли за сигаретами, затем к холодильнику, и достали пиво. Поставили пластинку, начали танцевать. Сделали все те вещи, которых он обещал не делать. Вы знаете, в Библии говорится, что дьявол обманщик. Именно. Видите ли, в то время, я говорю о 1935 году, я не говорю о сегодняшнем. У нас не было проигрывателей, которые мы имеем сейчас. У нас были патефоны, у которых нужно было вращать ручку. Мощность пружины заканчивается, и вам нужно снова вертеть ручку. Музыка быстро заканчивается. Ну, вы понимаете. И вот они поставили эту пластинку, заиграла музыка, и они начали танцевать. И кузина его девушки стояла и вращала ручку патефона. Вы понимаете, о чем я говорю. И она сказала мне, давай потанцуем. Я ответил ей, я не танцую. Она удивилась, не танцуешь. Я сказала, да, не танцую. Она спросила, почему? Я сказал, потому что я новое творение. Всем, кого бы я ни встретил, я говорил, что я новое творение. Видите, это было очень полезно, куда бы я ни пошел. Я новое творение. Она сказала, новое что? Я повторил новое творение. И у меня всегда был с тобой новый завет, и я достал его из кармана, открыл второе послание Коринфянам 5.17, и сказал, видишь, итак, кто во Христе? И я спросил ее, а ты во Христе? Она ответила, ну, я хожу в церковь. Я тоже многие годы ходил в церковь, но не был рожден свыше, и не был спасен. А ты? И она сказала, а я могу стать новым творением? О, ответила я, конечно можешь. Я начал молиться, пока музыка играла. Вы знаете, она быстро заканчивается. Она заплакала. Музыка закончилась. Они посмотрели на нас и увидели, что я молюсь с ней. Подбежали и хотели это прекратить сразу же. Но благодарение Богу. Знаете, что я узнал? Девять из десяти молодых людей, с которыми я ознакомился, хотели узнать о том, как стать новым творением. Они устали быть тем древним творением, которым были. Они хотели стать новым творением. И всем, с тем я встречался, я говорил, что я новое творение. Это неправильно? Я имею в виду, это неправильно, что это исповедовать пред людьми. Но благодарение Богу, что это правильно, исповедовать пред людьми, что я новое творение. Я говорю вам, истина в том, что я был подростком. Мне было всего 17 лет. И 18 лет, и 19. И у меня не было ни одного друга, который бы вел праведную жизнь. И дело было не во мне. И я думаю, разница в том, и люди не обращают на это внимание сегодня. Я не мог не исповедовать пред людьми, что я новое творение. И новое творение, которое живет во мне, начало управлять, господствовать над моей жизнью. А если я буду говорить обо всех проблемах, которые есть во плоти, то тогда с ней нужно будет считаться, о чем мы говорим, кто и управляет нашей жизнью. Но мы имеем проблемы, конечно же, так же, как и вы сейчас имеете проблемы. Молодежь скажет мне о них. Вы скажете мне о них. Вы знаете, что я был преподавателем в воскресной школе. У меня был класс. Я был учителем в воскресной школе. И у них были церковные вечеринки. И они пили там. Я не пил. И танцевали на церковных вечеринках. Я не танцевал. И курили. Но я не курил. И иногда они так разгорячались, что вечеринка превращалась в ордию. Если вы внимательно все рассмотрите, сегодня все так же. Та же самая плоть, тот же самый дьявол. Может быть, больше возможностей для плоти, я не знаю. Люди легко покоряются плоти. И иногда я просто уходил домой. И это была вечеринка воскресной школы. И меня спрашивали, чем же ты отличаешь от нас? Я отвечал, я новое творение. Это меня отличает. Делать отличным от вас. Я новое творение. Не все меня об этом спрашивали, но большинство. И я отвечал, потому что они спрашивали меня, чем я отличаюсь. Нужна быть разница между нами и миром. Нужна быть разница между нами и грешниками. Нужна быть разница между нами и членами церкви, которые не рождены с внушим. Видите ли? Мы не просто прощенные грешники. Мы не бедные и слабые члены церкви, которые едва-едва волочат ноги. Мы новое творение, сотворенное Богом во Христе Иисусе, имеющий жизнь Божию, природу Божию, способности Божьей в нас. Аллилуйя. И вот мое любимое место Писания. Есть еще много мест Писания, которые начинают со словами «Во Христе». Вам нужно найти каждое из них и исповедовать «Вот то, что я есть. Вот то, что я имею». Позвольте мне поделиться с вами моим любимым местом в котором. И вы найдете много таких мест в котором. И вот мое самое любимое. Откройте «Послание к Ефесянам», 1 глава, 7 и 8. Я могу просто прочитать это, но все же давайте откроем это в своих Библиях, потому что это как вода, которая не входит в вас, а только омывает. А вам нужно припитаться Словом Божьим, как губка набирает воду. Аминь? Хорошо. Итак, к Ефесянам, 1 стихи 7 и 8. «В котором...» «В котором мы имеем...» «Не в котором мы получим через некоторое время в далеком будущем». Слава Богу, мы кое-что получим в далеком будущем. Но мы-то сейчас здесь. «В котором мы имеем...» «В настоящее время». Имеем что? «Искупление». «Искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Аллилуйя! «Слава Богу!» «В котором мы имеем...» «Что?» «Наше искупление». Мне нравится в другом переводе добавлено слово «наше». «Наше искупление». В переводе Короля Якова говорится просто «имеем искупление». А здесь «наше искупление». Это «наше искупление». Это значит «моё искупление», «твоё искупление». Так что же это значит, в котором мы имеем искупление? Это значит, что владычество сатаны разрушено. Это значит, что он, сатана, потерял свое господство над моей жизнью в тот момент, когда я стал новым творением. Потому что, как вы видите, я принял нового Господина, Иисуса Христа, чтобы он управлял моей жизнью. Это значит, что владычество сатаны над тобой уже разрушено. Это значит, что сатана утратил свою власть над тобой над твоей жизнью в тот момент, когда ты стал новым творением. Ты приобрел нового Господина. Господь Иисус Христос управляет тобой. Владычество сатаны так кончилось. А господство Иисуса началось в тот момент, когда ты стал новым творением. Слава Богу! Давайте откроем послание к Колоссянам. И вы увидите, что Павел говорит о том же самом, практически теми же словами, и, может быть, даже больше в одном стихе вот здесь. Сначала прочитаем 14 стих первого главы послания Колоссяна. Павел пишет святым церкви в Колоссах, верующим, и снова мы читаем, в котором... Снова это местописание, в котором таких мест очень много. Это одно из них. Я просто делюсь с вами своим любимым. Найдите их все. Исповедуйте все их в свою жизнь. Они принадлежат вам, и вы принадлежите им, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Что такое это искупление, о котором он говорит? Просто посмотрите на два предыдущих стиха. Это 14 стих. Посмотрите на 12 и 13 стих той же самой главы и посмотрите, о чем он говорит. В 12 стихе он говорит «Благодаря Бога и Отца». И это то, за что мы должны благодарить Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. В другом переводе написано «Отец сделал нас способными». Отец сделал нас способными. Способными делать что? Иметь участие в наследии. О, слава Богу! И это говорится об этой жизни. Он сделал нас способными иметь участие в наследии святых во свете во свете. О чем же он говорит? Посмотрите на 13 стих. «Избавивши нас» Он говорит об отце. В другом переводе «Отец избавил нас». Вот она часть наследия святых во свете. Избавление. Избавление. Это часть нашего искупления через Его кровь, в котором мы имеем искупление. Отец избавил нас от власти тьмы. «Аллилуйя!» «И введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего». Слава Богу! Некоторые люди скажут вам, что царство Иисуса наступит, когда Иисус вернется на землю. Согласно Писанию, мы имеем это царство уже сейчас. Он написал, что церковь в колоссах была введена в царство возлюбленного Сына. Она была взята из одного места и введена в другое. Аминь. Введена в царство Его возлюбленного Сына. Итак, в котором мы имеем искупление через Его кровь, часть Его наследия в том, что мы перемещаемся в Его царство. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Перемещены в царство Его возлюбленного Сына. Слава Богу! А теперь обратите внимание на это. Отец избавил нас от власти тьмы. В этом слове тьма и есть все, что есть сатана. Другими словами, вы можете это прочесть так. Он избавил нас от власти сатаны. Он избавил нас от власти греха. Он избавил нас от власти дьявола. От того, чем дьявол является и что он имеет. И от того, что приходит от дьявола. Все в этом слове тьма. Но благодарение Богу Он избавил нас, не собираясь избавить нас, а уже избавил от власти тьмы. В другом переводе говорится от господства тьмы. Другими словами, Он больше не имеет господства над вами. Теперь все в порядке, мы от Него избавлены. Аминь. Вы скажете, что дьявол теперь не имеет никакой власти. Нет, имеет. В своем царстве у Него есть власть. Безусловно, Он имеет власть. И если вы не рождены свыше, вы в Его царстве, и Он имеет над вами власть. Слово Божие ясно говорит. Павел пишет об этом в послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе, и говорит верующим, что наша брань не против плоти и крови. Обратите внимание, он не говорит, что мы не сражаемся, он говорит, что мы не воюем плоти и крови, но есть духовная битва. И это означает усилие. Мы не воюем против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мероправителей, чего? Тьмы века сего. Тьмы века сего. Обратите внимание, Библия говорит, что весь мир, мы говорим о грешниках и о людях за пределами Сарства Божьего, весь мир находится во тьме. Аминь. Но вы помните, что мы имеем наследие святых во свете, во свете, во свете. Я сказал, во свете. Слава Богу. Есть Старство Тьмы, а есть Старство Света. В Старстве Тьмы правит Сатана. И у него есть власть, и у него есть сила. И он имеет власть, но он не имеет власти надо мной, потому что я не в его царстве. Слава Богу. Я не подчиняюсь его власти. Аминь. Я освобожден от его господства. Я освобожден из Царства Тьмы. Аминь. Я освобожден из этого Царства. Аминь. Я перенесен, взят из одного и перемещен в другое. Веден в Царство возлюбленного Сына Его. А это Господь Иисус Христос. Вы можете на это сказать? Аминь. Слава Богу. И это значит, что власть сатаны закончилась. А господство Иисуса началось в тот момент, когда ты стал новым творением во Христе. Слава Богу вовеки. Есть еще стих в послании к римлянам. К римлянам в 6 главе. Давайте обратимся к нему и прочтем его. Римлянам 6 глава 14 стих. Грех не должен господствовать над вами, ибо вы не под законом, но под благодатью, ибо грех не должен господствовать над вами. Если что-то над вами господствует, это означает, оно доминирует, управляет вами, имеет над вами власть. Вы можете сказать это вот такими словами. Это нормально, это никакое не искажение. Сатана не должен иметь власть над вами. Аминь. Потому что вы не под законом, но под благодатью. Аминь. В другом переводе говорится, ибо грех не может господствовать над вами. Мы можем прочитать это таким образом. Ибо грех не может господствовать над нами. Власть сатаны закончилась. Господство Иисуса началось в тот момент, когда вы стали новым творением. Родились свыше. Сатана не может доминировать в вашей жизни, управлять вами, потому что он больше не ваш господин. Иисус теперь ваш господин. А также грех не может больше управлять вами. Аминь. Болезни и немощи не от Бога. Они не принадлежат к Царцу Божьему. На небесах нет ни одной болезни или немощи. Аминь. Болезни и немощи не могут больше властвовать над вами. Болезни и немощи наши враги. Это легко доказать. Если вы вернете к Ветхому Завету и прочтете его, у вас останется впечатление, что Бог иногда насылает болезни на людей. Но нужно понимать, что Библия говорит о том, что Бог им только позволяет прийти в жизнь человека. Это как в таком примере. В вашем доме может быть четырехлетний ребенок. И представьте себе, что вы занимаетесь приготовлением пищи, и у вас еда над огнем, а малыш сует туда руку. Что случится? Ожог! Вы развернетесь к нему сразу же, как услышите его крик, и уберете его руку из огня до тех пор, пока вся кожа не слезет. Я уверен, что в этом случае ребенок получит урок и научится. В каком-то смысле вы преподали ему урок, он получил урок, но ведь точно так же не хотели, чтобы это произошло таким образом. Вы следите за тем, что я хочу сказать. Видите ли, Библия — это откровение, которое рассказано постепенно. Оно не раскрывается полностью до тех пор, пока вы не дошли до Нового Завета. А когда мы добираемся до Нового Завета, мы имеем откровение во всей полоте. До этого момента я как будто во тьме. Видели только часть, но теперь мы видим, как Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и Силою для того, чтобы благотворить и исцелять всех обладаемых дьяволом. Это то, что говорит Священное Писание. Все, кого исцелял Иисус, были во власти дьявола. Иисус сказал, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Бог не вор, Иисус не вор, Он не творит дел дьявола. То есть легко понять, откуда все эти дела, болезни небащие и им подобное. Библия говорит, как вы читаете в Новом Завете в книге Откровений, что когда Сатана наконец удален от людей и в другом земле нет больше, не станет разрушения. А раз нет разрушения, вы можете понять, кто является его причиной. Аминь? Это очевидно. Грех не может властвовать над вами. Болезнь и немощь не могут больше властвовать над вами. Все плохие привычки не могут больше управлять вами. Почему? Потому что вы новое творение. Слава Богу, созданное Богом во Христе Иисусе. Вы можете сказать Аминь? Так вот, пройдитесь по своему Новому Завету в основном посланиям и подчеркните, а еще лучше выпишите на бумагах все те места Писания, в которых говорится в котором. Некоторые люди хорошие христиане говорят мне. Брат Хиггель, я знаю, что это правда. Видишь ли, я читал эти стихи во Христе, но понимаешь, они не кажутся мне реальностью. Я сказал, а ты провозглашал их? Ну нет, тогда начни провозглашать их, и они станут реальностью для тебя. Он вернулся некоторое время спустя с сияющим лицом. Понимаете, это провозглашение Слова Божьего вами создает реальность в вашей жизни. Вам нужно это понять. Аминь. И позвольте этому стать по-настоящему реальными. Ну теперь, давайте обратимся к местам Писания в нем. Вот мое любимое место, в котором в нем. Их много, но это мое любимое. Если оно не ваше любимое, найдите свое собственное. Все они хороши. Все хороши. Мое любимое. Давайте откроем второе послание Коринфянам, пятую главу, 17 стих, второе послание Коринфянам, 5, 21. «Ибо не знавшего греха это Иисус, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем делались праведными пред Богом. В нем». Все скажите «в нем». Видите? Это место Писания «в нем». Итак, «в нем, который не знал греха, это Иисус». Вы знаете, Иисус не согрешил, Он не грешник, но наши грехи были возложены на Него. Он был сделан грехом. Он не согрешил. Он не сделал ничего неправильного. Он не грешник. Он праведный Божий Сын. Но Он стал грехом за нас. Как это Бог сделал? Я не понимаю этого. Но я верю в это. Аминь. Я этого совсем не понимаю. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. Бог сделал его грехом вместо нас. Грешник ли Он? Определенно нет. Но Он был сделан жертву за наш грех. Благодарение Богу за это». Я сказал «Благодарение Богу за это». Дайте внимание. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. Он не совершил греха Сам, но получил наши грехи, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. в Нем Знаете, о чем я думаю сейчас, пока говорю? Я хочу, чтобы мы снова вернулись в книгу Послания Кремленов. Вернемся на свадь к Посланию Кремленов. Я думаю, это одно из самых важных тем, праведность, одно из самых неправильно понимаемых понятий в церковном мире вообще. Потому что если вы говорите праведность, то люди думают о правильном поведении и правильном образе жизни. Не поймите меня неправильно. Библия учит нас вести себя правильно и жить правильно. Но в словах, чтобы мы в Нем сделали с праведными пред Богом, это не то, о чем Он говорит. Давайте внимательно посмотрим, о чем Павел говорит в обоих Посланиях к Коринфиям и Посланиям к Римлянам. Давайте прочитаем Римлянам 5 главу. И начнем с 12 стиха. 5 главы Послания к Римлянам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мир, но грех не вменяйся, когда нет закона, а закажа смерть царства от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего, но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли и смертью многих, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, при сбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего. Смотрите, Павел говорит о даре. Ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Здесь слово дар два раза употребляется. Посему как преступлением одного всем человеком суждения, правдую одного всем человеком правдания к жизни. Греческое слово «оправдание» переводится также и «праведность». Так что можно прочитать. Так правдую одного всем человеком праведность к жизни. Посмотрите на 17 стих. «Ибо если преступление — это грех Адама, одного, смерть, духовная смерть, царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности». Видите? Если бы добрые дела производили праведность, не надо было бы принимать дар праведности. Вам было бы достаточно дел дар быть правым пред Богом. «В нем я получил праведность пред Богом». Аллилуйя! Так что же будет с теми, кто получил дар праведности? Будут царствовать. Царствовать. В далеком и необозримом будущем? Нет. В жизни. В жизни. Посредством единого Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Да будет благословенное имя Божье! Слава Богу! Слава Богу!